Сегодня я дам вам три простых совета, которые навсегда изменят вашу жизнь. Это не просто слова, это то, что действительно работает, потому что я проверил это на себе. Хотел бы я знать эти советы, когда мне было 20 лет. Есть всего три правила, которым вы должны следовать. Жизнь не должна быть сложной. Мы сами усложняем свою жизнь. Я делаю пять предположений о вас. Это то, к чему на самом деле стремится каждый человек. Я предполагаю, что вы хотите добиться успеха и быть обеспеченным человеком. Я предполагаю, что вы хотите построить крепкие и счастливые отношения. Я предполагаю, что вы хотите чувствовать себя нужными в этом мире. Я предполагаю, что вы хотите для себя безопасного будущего. Мое пятое предположение заключается в том, что вы хотите попасть на небеса. И сегодня я дам вам простой план, как воплотить в жизнь все пять желаний. Вам не нужно жертвовать своей религиозной жизнью, своей личной жизнью, чтобы добиться успеха. Это все работает вместе. Просто не усложняйте. Я всегда стараюсь сделать жизнь проще. Вы знаете, что существует всего семь цветов? Всего семь? Посмотрите, что Микеланджело сделал с этими семью цветами. Существует всего семь музыкальных нот. Посмотрите, что Бетховен сделал с этими семью нотами. Существует всего десять цифр. Посмотрите, что Берни Мэйдов сделал с этими десятью цифрами. Главное, что я хочу до вас донести, так это то, что не нужно все усложнять. В вашей жизни вам нужно всего три вещи. Если в вашей жизни не будет одной из этих трех вещей, в ней будет огромная пустота. Первая вещь. Каждому нужно заниматься своим делом. Вторая. Каждому нужно кого-то любить. И третья вещь. Каждому нужно во что-то верить. Я считаю, что это очень важно. И хочу, чтобы вы не совершали моих ошибок. А я совершил много глупостей. Но позвольте мне рассказать вам о том, о чем я сожалею больше всего в карьере. Это было, когда я был тренером футбольной команды университета Нотр-Дам. Мы начали с самых низов и поднялись на самый верх. Мы побеждали 12 сезонов подряд на одних и тех же принципах. До нас никому в истории такого не удавалось. Мы очень долго оставались наверху. И это то, о чем я сожалею больше всего. Мы уперлись в потолок и больше не росли. Есть жизненное правило, в котором говорится, ты либо растешь, либо деградируешь. Дерево либо растет, либо умирает. Так же, как и брак. Так же, как и бизнес. Мы были на вершине и все время побеждали. Зачем расти? Зачем внедрять что-то новое, если старое работает? Зачем рисковать? Давайте сохранять этот курс. И потом на чемпионате страны мы заняли второе место. Меня все называли идиотом. Как я мог такое допустить? Я хочу, чтобы вы усвоили следующее. Не важно, где вы сейчас находитесь – на вершине или у подножья, но вы все время должны расти. Я хочу вам дать три простых совета, которые навсегда изменят вашу жизнь. Это не просто слова, это то, что действительно работает, потому что я проверил это на себе. Хотел бы я знать эти советы, когда мне было 20 лет. Есть всего три правила, которым вы должны следовать. Первое правило – живите по совести и всегда поступайте правильно. Всегда живите по совести и избегайте глупых соблазнов. Неправильно находить кошелек товарища по команде в его джинсах. Это называется воровством. Не воруйте, не жульничайте, и жизнь станет проще. Никогда не бывает плохого времени, бывают плохие поступки, и никогда не бывает неподходящего времени, чтобы поступать правильно. Просто поступайте правильно в любое время. Любое насилие – это неправильно. Злость и агрессия – это тоже неправильно. А вот иметь позитивный настрой по жизни – это правильно. Это же так просто понять. Может кто-то скажет, что в этой жизни не все так просто, ее нельзя разделять на черное и белое, но на самом деле все просто. А мы любим все усложнять. Поступайте правильно, и жить будет проще. Наслаждайтесь жизнью, получайте удовольствие. Да, у вас будут проблемы, у вас будут трудности, но это нормально. Это неотъемлемая часть нашей жизни. И даже если вы добьетесь успеха, это не значит, что у вас не будет проблем. Они будут. Не рассказывайте о них людям. Вы в курсе, что 90% людей из вашего окружения все равно на ваши проблемы? А остальные 10% людей будут рады, что они у вас есть. Так что нет смысла тратить свою энергию на обсуждение проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие от того, что вы делаете. Если вы в хорошем настроении, то это передастся и людям, которые с вами работают. Каждый день, гуляя по футбольному полю, я говорю себе, какой отличный день для работы. Я говорю серьезно, потому что если вам хорошо, то и людям вокруг вас хорошо. Второе правило. Делай все в меру своих возможностей, беря на себя полную ответственность. Не все должны быть известными, не все должны быть лидерами. Каждый может быть лучше настолько, насколько ему комфортно. Каждый человек имеет право на провалы и ошибки. Но никто не имеет права осуждать других за неудачи. Тем более, если он сам не делает все, на что способен. Если вы создаете семью или бизнес, то вы несете ответственность за людей, которые рядом с вами. У вас есть обязательства перед этими людьми, и вы обязаны делать максимум из того, на что способны. Это несложно. Каждый день берите на себя полную ответственность за каждый свой поступок, в какой ситуации бы вы не находились, хорошо вам или плохо, и вы увидите, как жизнь станет проще. И третье правило. Не будьте безразличны к людям, заботьтесь о нем. Вместо того, чтобы расхваливать себя перед людьми, спросите, как вы можете помочь и быть полезны людям. Это тоже несложно. Просто думайте следующим образом. Каждый, кого вы встретите, нуждается в улыбке, добром слове и поддержке от вас. И когда вы будете это делать, люди будут доверять вам. Просто искренне заботьтесь о людях. Мы с женой столько лет вместе, потому что доверяем друг другу. Окружающие будут вас любить и уважать, только если вы будете поступать по совести и искренне проявлять заботу. И тогда ваша жизнь станет проще. Многие из вас добьются выдающихся результатов. Вы можете заработать много денег, но это не главное в успехе. Я надеюсь, что все вы будете значимыми людьми. Вот что главное. Значимость — это когда вы помогаете другим людям добиться успеха и стать лучше. Делайте это всю жизнь по своим возможностям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова